Приветствую Вас Екатерина. Давайте разберём вопрос, который Вы задаёте. В первую очередь я бы хотел, наверное, сказать, что ответ Кудрышева Игоря Леонидовича мне очень понравился. Я думаю, что Вам можно было бы изучить эту тему, чем у проугольника Карпмана, вот где Вы, по сути, и находитесь сейчас. Что касается ситуации вот в целом, да, в целом, то да, я, конечно, понимаю, что развод – это то, о чем Вы думаете, развод – это то, чего Вы хотите. Наверное, развод – то, что, по Вашему мнению, Вы должны решить. А те проблемы, которые у Вас есть, нам, к сожалению, это не так. Дело в том, что вы боитесь материальных трудностей с детьми – это первое. Вы хотите, чтобы дети росли в полноценной семье – это второе. Как ни парадоксально, но эти две причины помогут нам с Вами, я надеюсь, понять то, почему проблема не в разводе и почему проблема разводом не решится. Понимаете, когда Вы говорите, например, что Вы хотите, чтобы дети росли в полноценной семье, Вы предполагаете некий такой свой идеал, Вы идеализируете семью. Вы идеализируете семью и, естественно, главное – семья полноценная. Для Вас что это значит? Что это значит? Но в Вашем случае полноценная семья – это фикция, потому что, как Вы сами сказали, дети отца не видят, отец приходит очень поздно. Соответственно, общение с отцом не происходит, взаимодействие с отцом не происходит. По факту отец только обеспечивает детей и все. Вот. Значит, это фактически уже сейчас семья не полноценная. Кроме того, поскольку у Вас есть некоторые проблемы с Вашим мужем, то, соответственно, это может и влиять на Вас. Вы говорите, я с трудом собираюсь этой силой, чтобы радоваться жизни. Дети не могут этого не чувствовать. Соответственно, это на них негативно влияет. Но зато полноценная семья. И вот Ваше такое, я бы сказал, наверное, даже догматичное отношение к семье, именно догматичное отношение к семье, является серьезной проблемой. Потому что, ну, во-первых, тут нужно посмотреть, из чего именно произрастает догма. Да? Из благослования, из установки или из потребностей. Вот. Значит, я, например, больше склоняюсь к потребностям, потому что Вы боитесь материальных трудностей. Значит, Вы не чувствуете себя уверенной. Раз Вы не чувствуете себя уверенной, значит, семья должна Вас защищать. Собственно, Вы выбрали такого мужчину, который Вас, как раз таки, вот защищает. Вот. А сами Вы, по темпераменту, я так понял, достаточно спокойные и так далее. Вот. Но, тем не менее, это проблема, что для Вас семья – это своего рода идол, икона. Не в плане, там, церковной иконы. Нет. А в плане того, что это вот такая застывшая, завершенная фигура статичная, которую Вы стремитесь воплотить в жизнь, которую Вы стремитесь на риса. Знаете, вот, как бывает, вот, детские рисунки, да, вот, не знаю, может быть, видели, не видели, продают такие рисунки, их нужно закрашивать. То есть, вот, рисунок уже есть, его нужно просто закрасить, да, там, ну, разными, разными цветами, там, и так далее. Вот. И вот такая история с Вами получается, что у Вас есть нарисованный контур семьи, и Вы пытаетесь его закрасить. Ну, это так не работает. В данном случае Вы, как бы, ну, совершенно очевидно, вредите всем. То есть, Вы вредите себе, вредите мужу, вредите ребятам своим. Вот. Дальше. Ну, понятно, что неуверенность в себе связана. Это связано со страхом, что Вы не справитесь. Это, в свою очередь, проблема с личной ответственностью, да, то есть, Вы не готовы брать на себя ответственность за какие-то вещи. Вот. Плюс ко всему здесь у Вас завышенные требования к себе, что, в том числе, косвенно подпростаётся с семьёй, потому что, вот, ну, тот факт, что Вы хотите полноценную семью, всё это требование. Даже если Вы хотите быть защищенной, что, в принципе, нормально, любой человек хочет быть защищенным. Вот. Вы не берёте ответственность за свою защищенность на себя, Вы перекладываете её на семью. Вот. А чтобы перекладывать её на семью, нужна установка. В данном случае, установка это есть требование. То есть, ты должна защитить быть защищенной через семью. У твоих детей должна быть полноценная семья. Неважно, какая семья, главное, чтобы она была полноценной. Ну, вот, в принципе, у Вас так и получается, что неважно, какая семья, главное, главное, что она полноценная. Вот. То же самое, из-за проблем с личной ответственностью Вы как раз таки становитесь жертвой, оказываясь в треугольнике Карпмана. Если бы Вы не боялись личной ответственности, Вы бы в треугольнике Карпмана никогда бы не оказывались. Мол, я не устраиваю тебя в постели? Да не вопрос. Не вопрос. Всё тогда. Никакого секса между нами не будет. Вот. Но нет, Вы пытаетесь всё равно. Вы пытаетесь, Вы хотите, Вы стараетесь мужу угодить, он нам подкрепляет его поведение. Его поведение. Негативно. Вот. Ну и, соответственно, снижайте свою самооценку очень сильно. Таким образом. Вот. Причём, совершенно не обратно Вы это делаете. Дальше. Почему мужчина стал Вас вот так оскорблять и унижать? Почему? Мне видится эта ситуация, естественно, с моей точки зрения, в моей точки зрения есть определённые обобщающие моменты, определённые утрированные моменты, которые могут, ну, не соответствовать той ситуации. Которая у Вас может быть. Ну, а мне видится ситуация следующим образом. А мужчина изначально Вас завоёвывал. Он Вас завоёвывал. И, завоевав Вас, человек столкнулся с той же проблемой, с какой сталкиваются практически все. И, за исключением вот самых идеальных пар в этом контексте. Кто предполагает такую модель построения отношений? Вот ты завоевал, а что дальше? Что дальше делать? Если кто-то, что-то или кого-то завоёвывает, этот кто-то, кого завоёвывает, воспринимается как вещь. И с вещью нельзя общаться на ран. Да, завоевание бывает разное, безусловно, бывает завоевание физическое, бывает завоевание социальное, бывает завоевание духовное. И здесь очень похоже на как раз таки духовное завоевание, когда мужчина почему-то пришёл к выводу, что Вы от него, в общем-то, никуда не денетесь, да, что Вы никогда от него не уйдёте с тремя, да, собственно, детьми. И, соответственно, я могу делать то, что хочу. То, что хочу, как хочу. Это первое. Второе. Вместе с тем, человек видит, что Вы привлекательны. Внимание других мужчин. Вот. И это его раздражает, это вызывает мне вредность, и, соответственно, желание Вас унизить, чтобы никто, кроме него, на Вас не обращал внимания. Вот. Ну, а секс, секс, это либо производная от этих проблем, либо нарушения какие-то физиологические у, собственно, самого мужчины. Тут сказать, понятное дело, однозначно сложно. Но, вот, желание Вас унизить, как раз таки, с одной стороны, да, это треугольный кармин, а с другой стороны, это желание, чтобы вот сделать так, чтобы на Вас никто не обращал внимания. Ну, это типично, там, типично, это классическое поведение человека, который вот завоевал и хочет, чтобы вещь принадлежала только ему. И он понимает, что, что удержать вещь у него, может быть, не получится, да, естественным образом. Потому что, опять же, он её завоевал. То есть это, по факту, такая вот разновидность насилия, да. И, соответственно, пытается сделать вещь непривлекательной для всех остальных. Вот. А есть, безусловно, другой вариант, альтернативный вариант, когда, например, у Вас все-таки все было хорошо, Вы свои отношения выстроили, ну, как бы не на завоевании, но потом Вы, желая, вот, построить свой идеальный образ семьи, Вы стали растворяться, растворяться, растворяться в мужчине, а он начал всё больше и больше видеть Вас самого себя. Ему это неприятно, ему это некомфортно, вот. И, соответственно, человек, просто-напросто начав видеть Вас самого себя, ну, начал отдаляться, попутно обесценивая, унижая Вас, стремясь защититься от того, что он видит в Вас. Вот. Вот. Это такая вот проблематика, да, немного запутанная, но я надеюсь, Вы переслушаете, переслушаете мой ответ, если Вам что-то, ну, непонятно будет, непонятно будет. Вот. И, в целом, вопрос, как быть, да как быть, в первую очередь, с личным границами на самооценке работать, с личным смыслом в браке, не разрушая брак. Знаете, чтобы у Вас цель появилась, у Вас, эм, Ваша собственная цель появилась, чтобы Вы реализовываться начали где-то в чём-то. Знаете? Чтобы у Вас не было проблем с тем, чтобы собрать силы для того, чтобы жить, да, в своей собственной мотивации. Не было проблем. Чтобы у Вас ваша мотивация жить для себя била через край. А дальше всё будет прекрасно, я более чем уверен. А так, ну, разведётесь Вы, ну, эм, будет другой мужчина. Вот. Может быть, он будет хороший, а может быть, нет. Может быть, Вас опять нужно будет завоёвывать. Кто-то, кто-то, кто-то знает. Вот. То есть, эээ, в целом, мне кажется, вот у Вас не хватает внутренней гармонии. То есть, внешне у Вас всё хорошо, да, а вот внутренней гармонии, вот такого, принятия себя, самооценки адекватной, эээ, личностного роста, эээ, видение своих целей, ээээ, действительно важных для Вас. Эээ, реализация самостоятельной, вот это всё у Вас нет, и отсюда проблемы. Но, это всё можно решить при желании в процессе психотерапии, например, всё это можно решить. Поэтому, выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Кто знает, может быть, процесс работает, у них поведение по отношению к своему мужу, вы, и в нём откроете то, чего, о чём забыли, или что, что в нём, эээ, когда-то было, но потом ушло. Вот, примерно так. Ну и отдельным пунктом, мне бы хотелось, эээ, напомнить, что Вас, эээ, с Вашим, эээ, мужем объединяют. Вот именно объединяют, что Вас, что общего между Вами, что когда-то Вы стали вместе, вот. Ну, никогда не поздно эти моменты возродить не окажутся. На этом всё, я надеюсь, что помог Вам, я желаю Вам всего доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...